В конце декабря 2013 года в России приняли закон, регулирующий патриотическое воспитание граждан. Документ предусматривает ведение в школах уроков мужества и памяти, шефство над ветеранами, создание при школах отрядов поисковиков и ведение обязательного экзамена по истории России. Главный специалист Центра патриотического воспитания молодежи Ратмир Алена Маркарян рассказала о новом законе и новой форме отчетности. Реализация всероссийских проектов «Наша общая победа и военная юность» продолжается. На сайт 41-45.su можно прислать свои видеоинтервью с ветеранами войны. Видеоархив позволит сохранить для истории живые воспоминания представителей уходящего от нас навсегда поколения. Руководители клубов и сельских округов призвали активизировать работу в этом направлении. До окончания проекта остался год. Проект 41-45.su – занимательная идея. Парни и девчонки со всей страны берут камеры, идут к ветеранам, снимают видеоинтервью по уже готовым вопросам, касающимся Великой Отечественной войны и заливают это видео на сайт. Сегодня кто-то пойдет веселиться в клуб, кто-то будет решать свои личные проблемы, а кто-то просто проспит весь день. Но у меня другие планы. Сегодня я снимаю свой фильм о войне. На курорте продолжается акция «Вахта памяти». Молодежь помогает ветеранам, приводит в порядок территорию вокруг памятника воинам Великой Отечественной войны. Работа по военно-патриотическому воспитанию в Анапе проводится не только в рамках «Месячника», а постоянно. Алина Гумерова, Максим Лагош, Анапа. Регион.